К другим темам. Мотор, камера. Знаменитая киношная команда вновь на этой неделе прозвучала на улицах Казани. В городе снимают большое кино. Режиссер Дмитрий Коробкин приступил к съемкам историко-приключенческого боевика «Сокровище озера Кабан». Одной из главных сенсаций недели стало известие. На главную женскую роль утверждена не профессиональная актриса, а ведущая программы «Город» Эльвира Ибрагимова. Впрочем, это не единственный сюрприз. Создатели картины обещают, казанцы еще не раз удивятся, узнав, кто будет сниматься в «Сокровищах». С очередной порцией новостей со съемочной площадки Сергей Шерстнев. Томительные секунды перед стартом. Продюсер фильма Вадим Быркин с утра был в храме, ставил свечку перед иконой Казанской Божьей Матери. Сейчас он пишет на тарелке название картины, после чего все члены съемочной группы на ней распишутся. Тарелку разобьют. Киношники народ суеверный. Традиции чтут свято. Четыре года готовился этот проект. И вот, наконец, четыре, почти уже четыре. И вот, наконец, мы вышли, мы в Казани, сняли первый кадр. Сняли его удачно, очень красиво, эффектно. Все нам сопутствует, погода с нами, солнце, наконец, вышло. Мы выходим в бабье лето, чего мы очень ждали. Все прекрасно, друзья. Итак, внимание, фильм снимается. Площадь перед театром Галиаскара Камала – первая съемочная площадка. Здесь снимают сцену приезда на такси главного героя к озеру Кабан. Впрочем, место Алексея Воробьева на заднем сидении «Волги» – дублер. Исполнитель главной роли в это время еще едет в поезде «Москва-Казань». Улица Баумана – место под сказочными часами, традиционное место встречи казанцев. Пока здесь не происходит ничего необычного. Но все изменится буквально через несколько секунд. Давайте вместе понаблюдаем. Методом скрытой камеры снимаем реакцию горожан на появление Алексея Воробьева. Его узнают мгновенно. Артиста тут же окружает плотная толпа поклонников. Кое-как участник Евровидения 2011 пробивается к фонтану Суанасы – волшебной русалочки из сказки «Тукая». Мимо гармошки выпускник музыкального училища по классу аккордеона так просто пройти не может. Правда, для казанцев Алексей поет вовсе не свой последний хит от Редвана «Get You». Песенка на татарском про черные глаза приводит внушительную толпу в буйный восторг. В бой за автографами кидаются уже не только девочки и девушки. Кстати, со своей подругой по экрану Алексей Воробьев увиделся впервые только вечером в прямом эфире. За трогательным знакомством наблюдала свыше миллиона зрителей. Мы приготовили сегодня небольшой сюрприз. Дело в том, что я знаю, действительно, только сегодня ты сошел с поезда. Еще не познакомился с некоторыми партнерами по съемочной площадке. И вот сейчас прямо здесь, в прямом эфире «Актуальная тема» мы предоставляем такую возможность встретиться тебе с твоей экранной подругой. Дело в том, что у нас есть особый предмет для гордости, потому что, ну, как уже все прекрасно знают, весь интернет просто кипит уже обсуждениями. На главную женскую роль утверждена ведущая программы «Город. Моя коллега» Эльвира Ибрагимова. Эльвира, ты с нами? Да, с вами. Добрый вечер. Да. Ну, вот она. Пожалуйста. Эльвирочка. Привет, Леша. Почему перестали показывать? А, вот уже показывали. Спасибо. Эльвира, ты очень красивая. Спасибо, Леша. Татар-козлары Даньера Ничель... Чебер. Да. Спасибо. А у вас будет фраза в татарском языке? Будем учить татарский язык вместе с Лешей. Признайтесь, вам это не помешает на съемках? Мне это не должно помешать, а вот ей, конечно, может. Почему же? Почему же? Потому что вы красивые, вы мне нравитесь. После двух дней напряженной работы Алексей уехал в Москву. А сегодня первый съемочный день у Эльвиры Ибрагимовой. В снимаемом эпизоде она будет играть с Байбулатом Батулиным. По сценарию они намерены совершить то, отчего в реальной жизни служба безопасности президента испытала бы шок. Мы сегодня снимаемся в сцене... У башни Симбике. У башни Симбике. Моя роль заключается в том, что я стою на шухере, так сказать, по-бандитски. Я стою на шухере и слежу, не идет ли кто-нибудь подозрительный. И сообщаю Гульнаре. А Гульнар в это время лезет на башню. С Кириллом. С какой целью? Байбулат студент хореографического училища. Играет в фильме поклонника Гульнары, таковой экранной имя героини Эльвиры Ибрагимовой. Эти двое, плюс Алексей Воробьев, составят в картине любовный треугольник, что не помешает всем троим активно искать затерянные сокровища казанских ханов. После того, как узнал о том, что меня отобрали, посмотрел на это, как на что-то фантастичное. Эльвира на съемочной площадке чувствует себя достаточно уверенно. Видимо, сказывается опыт работы с голливудским режиссером Рупертом Уэнрэйтом, который уже дважды снимал ее в презентационных фильмах о Всемирной универсиаде. Страх – это очень такое неприятное чувство, и он парализует человека. Поэтому я всеми силами стараюсь бороться с этим чувством. Потому что если я буду бояться, мне ничего не получится. И вот самое главное, со мной мой полумесяц, я ношу его с самого раннего детства, и получилось так, что моя героиня получила его по наследству от меня. Среди журналистской братьи ходят самые разнообразные слухи о бюджете фильма. Цифры называют разные – от 7 до 10, а то и до 12 миллионов долларов. Продюсеры при этом стоически хранят гордое молчание. Я его, так сказать, озвучивать сейчас не буду, потому что он формируется. Для того, чтобы снимать он есть, но мы хотим, чтобы он был больше, чтобы картинка была ярче, красивее, чтобы съемки были. Ну, чтобы фильм должен стать достойным. Тайне держат и главную интригу. Кто сыграет Ивана Грозного, историческую личность, которая здесь, в Казани, даже спустя 500 с лишним лет относится неоднозначно. Впрочем, создатели картину обещают – кино будет крутым. Со взрывами, батальными сценами, падением с высоты и массой прочих всевозможных трюков. Съемки разделены на три периода. Первый – казанский период. Второй – московский период в павильонах. И третий – казанский период. Мы выходим в теплое время следующего года, весной и летом, опять в Казань, для сложных трюковых натурных съемок. Премьера назначена на конец декабря 2012 года. Сергей Шерстнев, Дмитрий Ермаков, Дмитрий Роженко, Талгат Бегимов. Телеканал «Эфир». Продолжение следует...